Валентин Петрович Передиркин Валентин Петрович Передиркин Нужно быть бесчувственным балбесом, чтобы устоять против ее улыбки, против неги, который так и дышит ее миниатюрный, словно бы выточенный бюстик. — Ах, какой нужно быть деревянной скотиной, чтобы не чувствовать себя наверху блаженства, когда она говорит, смеется, показывает свои ослепительно-белые зубки? — передерги на примере. Он сел против княжны и, изнемогая от волнения, начал. — Княжна, можете ли вы выслушать меня? — Отдал. — Княжна, простите, не знаю, как начать. Для вас все это так необычно, экспромтно. Княжна, пока он полез в карман и доставал оттуда платок, чтобы отделить пот, княжна мило улыбалась и вопросительно глядела на него. — Княжна, — продолжал он, — с тех пор, как я увидел вас, в мою душу запало непреодолимое желание. Это желание не дает мне покоя ни днем, ни ночью, и если оно не осуществится, я буду несчастлив. Княжна задумчиво опустила глаза. Передеркин помолчал и продолжал. — Конечно, все это вас удивит, вы выше всего земного, но для меня вы самая подходящая. Наступила молчание. — Тем более, — вздохнул Передеркин, — наши имения ограничат. — Я богат. — Но в чем дело? — тихо спросила княжна. — В чем дело, княжна? — горячо заговорил Передеркин, поднимаясь. — Умоляю вас, не откажите, не расстройте вашим отказом моих планов. Дорогая моя, позвольте сделать вам предложение. Передеркин сел, нагнулся к княжне и зашептал. — Да, предложение о высшей степени выгодное. Мы в один год продадим миллион пудов сала. Давайте выстроим в наших смежных имениях салатубинный завод на боях. Княжна подумала и сказала. — Я согласна. — А все, кто ожидал биодраматического конца, могут успокоиться. Субтитры подогнал «Симон»